Очень часто провокация заболеваний вирусных каким-то образом замыкается на ваши хронические заболевания. И наоборот, ваши хронические заболевания, такие как почки, скажем, хронический пелонефрит или гломеролонефрит, далее это заболевания, связанные с ухо-горло-носом, вот этой всей нашей системы, заболевания остеохондрозные, они связаны с тем, что человек перенес только что тяжелейшую, скажем, вирусную инфекцию. Будьте любезны, те, кто почувствовал недомогание, оденьте маску. Сейчас полно этих масок везде. Мы с вами помним те времена, когда я в качестве санитарного врача Роспотребнадзора заставляла всех в магазинах, в ресторанах, в столовых одевать маски. Ну, знаете, вообще это имело свой определенный вес, и мы замечали снижение заболева. Если вы заболели, то, пожалуйста, не надо, значит, проявлять, ну, как бы такое наплевательское к себе отношение. Что нужно сделать? Прежде всего, это вы должны дома завести отдельную чашку, отдельную ложку, отдельное полотенце, отдельная постель. Ни в коем случае никаких поцелуев детей, хотя вы их очень любите. Минимально свести контакты со своими близкими. Точно так же на работе, уж если у вас безвыходное положение, вы там должны, бедные, сидеть там на компьютере, то, пожалуйста, сидите так, чтобы вокруг вас был минимум народа. Теперь с точки зрения приема лекарств. Знаете, я вообще человек откровенный всегда была, и могу вам сказать такую вещь. Очень часто эти средства, которые рекламируются, они не совсем преследуют ту цель, которую мы с вами хотели бы получить. А именно оздоровление. Поэтому мой совет. Есть масса народных средств, совершенно прекрасных. Опять же повторяю, на самом начале заболевания. Вы берете чайную ложку меда и смешиваете ее с чайной ложкой лукового сока. То есть вы на терочку выжали, вот это все замешали. Если не можете это все закапать, тяжело, то хотя бы пальцем промажьте все пазухи и так далее. Насморк. Да, да, только начинается насморк. Это прекрасная профилактика. Попарить ноги в горчице. Вот насыпать горчицу в тазик, налить горячей воды. И сколько вы терпите? Обязательно закрыть щиколотку, чтобы косточка была закрыта. Вот таким образом. Руки точно так же попарить. Но опять же, если нет высокой температуры. Если температура высокая, с одной стороны это хорошо. Я просто хочу, чтобы люди поняли, что намного хуже, когда у человека нет температуры. Понимаете? То есть организм не болит. Совершенно верно. Абсолютно грамотно говорите. То есть вот я, например, по себе знаю. У меня проблема. Я болею без температуры. И, соответственно, болею намного дольше. Когда человек переносит высокую температуру, ну, конечно, не 40 градусов. 40 градусов надо вызывать в скорую и однозначно. Потому что у взрослого человека, если 45, уже идёт свёртывание белка, и здесь можно погибнуть. Но 38,5 – это гибнут вирусы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова